Продолжаем нашу лекцию. Перед нами главная картинка этого курса. Я много раз буду говорить «главная картинка», и вы простите меня, потому что я действительно так думаю. Что здесь изображено? Считайте, что по вертикальной оси у нас будет энергия системы. Ну, считайте, что это свободная энергия системы. Два плеча вот этой вот параболы будем считать, что это вот правое и левое что-нибудь в системе, но пока не детализируем. Так вот, внизу системы, тут, где у нас вот с вами ямка, энергия системы минимальна, и система находится в равновесии. Очень простое подобие того, как шарик находится в ямке. Он там лежит устойчиво, потому что если его тряхнуть направо-налево, он все равно туда попадает. И ничего интересного здесь нет. И вот тут я хотел сказать, очень часто звучит в рассказах, в книжках, биологии, экологии, социальных наук, то же самое, что, допустим, вот клетка или организм находятся в равновесии с окружающей средой. И вот тут нужно очень внимательно отнестись к этому принятому, общепринятому, общеиспользуемому термину. Мне он страшно не нравится. Вот почему. Потому что в физике, ну вот весы представим себе, рычажные, равновесие, это когда все находится в равновесии. В равновесии нет процессов. Все слышат? В равновесии нет процессов. Могут быть какие-то мелкие передачи, динамические движения, но процесса макроскопического, системного нет. И что же получается? Что если что-то живое находится в равновесии с окружающей средой, я вам это очень не советую, потому что, когда мы переходим в равновесие с окружающей средой, то нас в длинном ящике ногами вперед несут на погост. Не советую. Лучше находиться в стационарном состоянии, steady state. Лучше находиться в постоянном обмене. Это называется стационарное состояние. Физика в этом отношении точнее подходит к описанию и живых, и даже социальных систем. Так вот, смотрите-ка, какая замечательная вещь. Около нуля такая кривая, ну, это известно для многих процессов, для многих кривых, вблизи положения равновесия система, поведение системы может быть аппроксимировано, ну, приближено, линейными соотношениями. Так вот, здесь вот около нуля линейные соображения, а дальше уже по осям идут эти самые нелинейные, удаленные от равновесия состояния. Сейчас давайте я вернусь к линейным, близким, к равновесию состояниям. Вот это очень важно понять. В принципе, живое живет дальше, в нелинейных областях. Ну, значит, в стационарных состояниях, вблизи, происходят очень интересные вещи. Где мы строим обычно все математические описания биологических, экологических, химических процессов и социальных в том числе. Вблизи нуля ответ системы может быть пропорциональным воздействию внешнему на эту систему. Ну, вот смотрите-ка, смотрите-ка, если у нас есть пружинка, и, значит, если у нее есть какой-то коэффициент упругости, и, значит, если она не натянута, она находится в равновесии, в нулевом натяжении, и сила будет равна нулю. Допустим, мы ее растянули на один сантиметр, эту пружиночку, то, допустим, сила возникла один ньютон. Разтянули на два сантиметра, сила будет натяжение два ньютона, минус К дельта Х. На три сантиметра будет сила три ньютона. На миллион сантиметров. Мне из зала иногда говорят, миллион ньютонов. Неправда ваша. На миллион сантиметров никакую пружиночку вы растянуть не можете, она давно лопнет. Закон упругости, вот эта вот, сила пропорциональна смещению, работает только около положения равновесия пропорционально. А дальше, когда пружина сильно растянется, то есть, что там совершенно иное будет соотношение между силой и растяжением. То есть, это только около равновесия. Многие знают закон Ома. Особенно я всегда люблю, когда мне филологи говорят, как он звучит. Действительно так, что для участка цепи сила тока пропорционально приложенному напряжению или разности потенциалов. Допустим, ну, И равняется У делить на Р. Ну, и на Р будет У. Что будет дальше? А дальше получится вот что. Что если у нас с вами есть сопротивление проволочки 1 Ом, мы приложим 1 Вольт и получим ток 1 А. Что мы делаем дальше? Мы перекладываем 2 Вольта и получаем ток в 2 А. Перекладываем 3 Вольта, 3 А. Миллион Вольт, миллион А. Ноль Ампер. Ноль Ампер, потому что проволочка сгорит и испарится. Это тоже закон Ома. Это всего-навсего этот закон Ома. Это всего-навсего линейное приближение, соотношение напряжения и тока в металлических проводниках при малых напряжениях. В газе уже такой закон не выполняется, в жидкости, в электролитах. Тоже он только в очень узком диапазоне выполняется. Итак, вблизи положения равновесия очень просто математически описать систему. Но вы знаете, почти нет систем, кроме идеализированных физиками систем, почти нет таких систем в биологии. Их в природе-то мало. Почему мы не всегда угадываем погоду? Вернее, очень хотим. Но я думаю, что даже если на каждом здании будет стоять свой датчик температуры, ветра и чего угодно, влажности, и над каждым домом будет висеть свой спутник, мы все равно никогда не сможем предсказать погоду или климат на тысячу лет, или погоду на месяц-два с очень высокой достоверностью, потому что система сама не знает, куда ее занесет. Она нелинейна. И там ответ ее неадекватен тому, какое будет воздействие. Система может перескочить или туда, или сюда. И вот сейчас мы с вами видим такую обобщенную кривую. Ей пользовались и Пригожин, и до него некие ученые. Значит, это теория развития бифуркационной. Би – это, значит, двоящаяся система развития сложных динамических систем, вот как они могут. Значит, если система растет сначала мягко, вот под какими-то воздействиями во времени, то в ней никаких коллизий, катастроф не возникает. Но дальше при возникновении неких внутренних напряжений в системе совсем не обязательно, что это какие-то внешние воздействия. Некое состояние системы приводит ее к взрывному состоянию, и она может перескочить или в одно состояние, или в другое, с какой-то вероятностью. Она сама не знает, а мы уж тем более не знаем, скаканет вверх система или вниз. Примеров у нас с вами будет много. Вот так развивается эволюционный процесс в живой природе. И я должен сказать, что вот мне кажется, что вот эта вот закономерность бифуркационного развития пришла из спорта. В горнолыжных инструкциях точно написано, дерево всегда лучше объезжать с одной стороны. Вот. И, значит, вот поэтому природа, когда она катится на своих лыжах по временной шкале, она должна обязательно или там пойти, или там, потому что дерево нужно будет объехать. А дальше уже нельзя вернуться. Система залетела или в одну траекторию, или в другую траекторию. Все. Вот на этом построено очень многое, что мы можем предсказать хоть с погодой, хоть с климатом, хоть с тем, куда пойдет бактериальный в результате каких-то этих самых флуктуаций, которые называются мутациями, куда культура бактерий пойдет. Мы будем отбирать там. А ну, куда выскочит, мы заранее сказать не можем. Вот. И все это чаще всего связано, чаще всего связано в наших представлениях развития во времени, связано с геометрическими представлениями. И сейчас живое совершенно нельзя рассматривать порознь. Геометрическое... В смысле, во времени развития системы и развития геометрического пространства. То, что писал Дайсон, симметрия. Давайте смотреть, какая замечательная картинка. Рыбки плывут стайкой. Почему они плывут стайкой? Да, в общем, понятно. Потому что они тащат часть воды внутри этой стаи, да, они довольно плотно плывут. И поэтому основные потоки обтекающей рыбок будут снаружи вот этой вот стаички. Вот. А поэтому, значит, плыть вместе легче. И вот они плывут вот таким вот, такой вот замечательной когортой. Плывут рыбки. Появляется селедяная акула. И тут же система меняет симметрию. Они разбегаются. Ведь, в принципе, если смотреть не с биологической, а с геометрической точки зрения, то есть рыбья стая изменила симметрию. Ее поведение связано с изменением симметрии. Что будет дальше? Рыбья стая умеет так пугать этих самых хищников, которые на них охотятся. Смотрите-ка. Хорошо, какие подъемные съемки подводные появились. Смотрите-ка, вот этот вот громадный шар пугает вот этот вот, который вращается. Этот громадный рыбий шар, который вращается. Смотрите, какое недоумение на лице у этой вот хищницы. Она хочет поесть, но ей очень страшно, потому что такое большое вот существо крутится. И, конечно, очень страшно есть этот самый вот такой большой шар. Вот. Что происходит дальше? Тут появились дельфины, а они обладают, как говорят, таким же тонким умом и сообразительностью, как мы, как мои слушатели. Вот. И, значит, вы видите, что один дельфин уже вклинился в эту стаю. Они понимают, что рыбки там все порозни. Можно там взять рыбку. Вот у них, кстати, почему дельфины? У них хвосты в другом направлении, плавники вот хвостовые, чем у акулы. Там вертикально, а тут вот поперек. Поэтому вот дельфины, они поумнее себя ведут, так, около этого шара. Что происходит здесь? Мы с вами сказали такую вещь, что мы имеем геометрический процесс, связанный с геометрией процесса, а, значит, мы имеем в виду пространство. И вот тут вводим первое, новое для слушателей, я думаю, что так, представление о точечных системах и распределенных. Точечные системы в биофизике, в синергетике, это такие системы, не те, которые очень маленькие, точечные, их сосредоточенными еще называют. Не потому, что они маленькие, они могут быть большими, но в них все происходит одновременно, и синхронно, и синфазно. Я сейчас поясню. Значит, если в системе, в каждом месте идет какой-то процесс, с каким-то характерным временем, а связь между соседями очень быстрая, очень быстрая, то вся система ведет себя как единое целое. Потому что настолько быстро связаны соседи, быстро, какими-то невезвестными, энергетическими, вещественными связями, связями информационными. Но вся система колышется одновременно. Это точная или сосредоточенная система. А если система связана медленными связями, и даже одинаковые процессы идут рядом, они связаны, но с запаздыванием, то вся система колышется совершенно, распределено, процесс распределен во времени по всей системе. Система называется распределенной. Этой терминологией мы сейчас воспользуемся. Всем известен со школьных времен осциллятор, колебательный контур, хищник-жертва, зайчики и волки. Ну, ничего не поделаешь, зайчиков жалко, но волкам тоже надо питаться. Они составляют биоциноз. Что происходит? Берется, умственно берется остров, на острове полно морковки. Эта морковка равномерно распределена по острову. Это неважно в какой координате, то есть пространство в такой системе, где морковка распределена равномерно по всему острову, будет точечным. Это точечная система или сосредоточенная, даже если остров большой. Зайчики живут, им сколько угодно морковки, они живут на этом поле морковки, на этом острове, тоже равномерно. У каждого свои там сто или сколько-то квадратных метров площади этой морковки. Замечательно. И вот зайчики, поскольку еды много, они начинают экспоненциально, а потом по другому закону уже развиваться, и вот они растут, растут, но ведь живут и волки, которых мало сначала, было голодно, зайчиков было мало, и волки тоже равномерно живут. И с запаздыванием, но еда появилась, зайчиков много, волки тоже начинают расти, потом они начинают убенчаться. Почему волки? Потому что они выедают зайчиков. Уменьшается количество зайчиков, уменьшается количество волков, возрастают зайчики, возрастают волки, и пошло. Казалось бы, эта система может работать вечно. На самом деле, как модель математическая, она может работать в очень узком пределе параметров, потому что она тут же вылетает, куда-нибудь затихает, одно вымирает, другое вымирает. Даже если полно морковки, все равно система неустойчива. То есть она может быть такая система, в каком диапазоне устойчива, но тут же она легко вылетает. Но в природе ведь тоже живут хищники, и тоже живут жертвы. Сиренгети – заповедник в Африке. Вдали, если присмотреться, то еле-еле видно. Там где-то лежат под кустом, под деревом лежат львы. А пасутся здесь антилопы гну. Эти антилопы – еда для львов. Ну, мы знаем, что львы охотятся на антилоп, но когда они идут на водопой, они отворачиваются друг от друга, чтобы львы знают, что там есть антилоп нельзя, потому что если они не попьют воды, то они не смогут потом жить, размножаться, и львы сами умрут. Но когда они снова возвращаются на пастбище, то антилопочки что делают? Они же живут стадом. А там совсем нельзя сказать, что морковки бесконечные, козличество травки. Что там происходит? Там на самом деле травы конечное количество. Так вот, стадо здесь поест, траву не вытопчет насмерть, а пойдет в другое место, там поест, там поест, а тут трава поднимается. То есть стадо движется таким образом, чтобы неравномерно выедать морковку по всему острову, а чтобы по всему Серенгете можно было двигаться и сохранять траву, пастбище сохранять. Но за ними другим стадом, стадо называется прайт, движутся львы и нападают на это самое стадо антилоп. Ну, обычно говорят, что в таких воспитательных целях, что мужественные, такими с мощными рогами антилопы, значит, самые крупные самцы, становятся по краям и отбивают атаки этих самых хищников и львов. На самом деле ничего подобного. Самые здоровенные эти самые антилопы гну, они забиваются в центр стада с тем, чтобы сохранить генофонд, а по краям остаются больные, там вот всякие, которых можно съесть. Если стадо бежит или как-то все, то как раз отъедают, как раз львы, они специально так, они прайдом устроены, чтобы они могли охотиться, они как раз больных и слабых из стада отбирают, идет естественный отбор. Ну, а детворня вся забивается между ног или в центр стада, потому что они маленькие. Вот. То есть в этом отношении все устроено очень разумно. То есть антилопы движутся стадом с тем, чтобы сохранить пастбище, львы отъедают только больных и не на водопое, вот. И получается такая вещь, система становится устойчивой. Как только мы перешли из точечной, сосредоточенной в распределенную, то система обрела геометрический смысл, геометрическое описание сложно, потому что мы монетку ищем не под фонарем, где не разбит фонарь, а ищем там, где действительно нужно искать. Сложно, нужно рассматривать полные сложные системы. Упрощенная, как делают часто физики для себя, упрощенная биологическая система теряет биологический смысл. Надо рассматривать физические, химические, биологические процессы не только во времени, но и в пространстве. Так вот, о пространстве великий наш предшественник, великий физик, Нобелевский лауреат Пьер Кюри сказал такую вещь. Он был, на самом деле, Нобелевскую премию он за радиоактивность заради получил с супругой. Марии Кюри. Вот, но зато он был всю жизнь кристаллографом и интересовался симметриями. И он сказал замечательную вещь, вещь, которая равна в моих представлениях высказыванию Дайсона. Тот сказал, что эволюция есть череда симметрий, а Кюри сказал такую вещь, что симметрии просто отражают состояние системы, а диссимметрии, нарушение симметрии, асимметрии создают процессы. То есть система должна быть не просто термодинамически открытой, она должна быть с нарушением симметрии, тогда она может двигаться. Мы будем двигаться по нашему курсу в этом самом направлении, которое нам завещал Пьер Кюри и те великие наши предшественники, которых мы вспоминали в первой лекции. И спасибо, до встречи.